Генгивит В общем говоря, эти два заболевания находятся в одном спектре. Все начинается с простого генгивита, но если его не лечить, он может перерасти в более серьезное заболевание – парадонтит. Начнем со строения зуба и окружающих его структур. Во рту различают верхнюю и нижнюю челюсть. Обе кости имеют альвеолу или лунку для каждого зуба. Лунка изнутри выслана парадонтальной связкой, а снаружи альвеолы защищают свой мягкой поддерживающей ткани, называемый десной. Сам зуб условно можно разделить на две части. Первая часть – это корень, он находится внутри альвеолы. Корень покрыт костяобразным веществом, называемым цементом, и именно к нему прикрепляются волокна передонтальной связки. Затем есть короткая зона, называемая шейкой, которая является переходом между корнем и коронкой. А коронка – это видимая часть зуба, которая выступает из десны и покрытой эмалью. Эмаль имеет такое высокое содержание минералов, что является самым твердым веществом в организме человека. Часть десны, которая выступает и не прикрепляется к зубу, иногда называется свободной десной, а пространство между свободной десной и коронкой называется десневой щелью или десневой бороздой. В это пространство в небольших количествах поступает водянистая субстанция, называемая жидкостью десневой щели. Эта жидкость содержит различные иммунные белки и клетки, такие как нейтрофилы, белки комплимента и антитела. У здорового человека во рту существует баланс симбиотных бактерий, которые конкурируют друг с другом, а иммунные факторы во рту контролируют популяцию. Гингивит и парадонтит представляют собой состояние дисбаланса или дисбактериоза. Это происходит при относительном увеличении количества патогенных бактерий, либо из-за отсутствия конкуренции с другими симбиотными бактериями, либо из-за неэффективного иммунного ответа во рту. Патогенные бактерии образуют зубной налет, который представляет собой липкое скопление бактерий, белков слюны и мертвых клеток слизистой оболочки рта. Отдельные бактерии размножаются и образуют множество небольших микроколоний, которые сливаются, образуя слой зубного налета, который является разновидностью биопленки. По сравнению с микроколониями, бактерии в биопленке общаются друг с другом посредством передачи химических сигналов, и вместе они создают сложную систему, в которой некоторые бактерии работают в биопленке между микроколониями, а также выходят на поверхность, чтобы обеспечить постоянный приток пищи. По аналогии, если бы бактерии были муравьями, то микроколония была бы крошечной группой муравьев, каждый из которых делал бы свое дело, тогда как биопленка была бы муравьиной фермой со сложными туннелями и комнатами, и каждый муравей выполнял бы свою задачу. С некоторых поверхностей зубов, таких как часть зуба, находящаяся рядом с десной, трудно удалить зубной налет. Если зубной налет над десной продолжает накапливаться, бактерии в этой биопленке могут проникать под десну, куда становится очень трудно добраться при чистке. В конце концов, налет может образовывать твердую массу, называемую зубным камнем. Зубной камень создает хорошее пространство для образования бактериального налета, потому что его трудно удалить, и из него бактерии могут попадать в десневую борозду, где вызывают воспаление десен или генгивит. Поврежденные десневые клетки испускают воспалительные сигналы, которые привлекают нейтрофилы в эту область, и эти нейтрофилы могут выделять вредные химические вещества, которые убивают бактерии, а также повреждают ближлежащие ткани. К счастью, простой генгивит – это обратимое заболевание, и поврежденная ткань может со временем заживать, если инфекцию остановить или вылечить. При парадонтите процесс дисбактериоза часто бывает более тяжелым. Одна классическая гипотеза предполагает, что первым шагом к развитию парадонтита является присутствие так называемого оранжевого комплекса бактерий, который включает граммоотрицательные анаэробные бактерии, такие как Fusobacterium nucleatum и Privatella intermedia. После того, как эти бактерии оранжевого комплекса укоренились, следующим шагом станет присутствие так называемого красного комплекса бактерий, в которые входят Toneurella forcitia, Trepanema denticola и наиболее известный ее представитель Porphyrimonas gingivitis. Другая точка зрения предполагает, что причиной парадонтита являются не бактерии красного комплекса, а общие изменения в бактериальном сообществе, которые вызывают эти бактерии. В любом случае, патогенные бактерии в поддесневой зубной бляшке создают парадонтальный карман и повреждают клетки десны. Местные тучные клетки и нервы выделяют химические вещества, такие как гистамин и вещество P, которые вызывают расширение местных кровеносных сосудов, что приводит к отеку десны. Поврежденные десневые клетки выделяют дополнительные цитокины, такие как интерлекин-1, который приносит все больше иммунных клеток, таких как нейтрофилы и макрофаги. Иммунный ответ организма вызывает еще большее повреждение десен и передонтальной связки, в конечном итоге ослабевая зуб. Эта печально известная бактерия Porphyrimonas gingivitis также известна тем, что мешает иммунным клеткам эффективно убивать бактерии. Это помогает разрастаться и другим патогенным бактериям. Porphyrimonas gingivitis напоминает вора, который разрушает полицейский участок и позволяет другим ворам процветать в городе. Иммунный ответ также обеспечивает большой приток крови к поврежденной ткани, что обеспечивает бактерии питательными веществами. Вместе бактерии и иммунный ответ попадают в петлю положительной обратной связи, где распространяющаяся инфекция вызывает усиленный иммунный ответ, который не уничтожает бактерии, но дает бактериям больше энергии для роста. Иммунный ответ также активирует у стекла сты в кости, которые начинают растворять кость, тем самым все больше ослабевая зуб. Симптомы обычно включают покраснение, отек и кровотечение, особенно после чистки зубов щеткой или зубной нитью. У некоторых людей симптомы отсутствуют, особенно на ранних стадиях инфекции. А тяжелое заболевание, прогрессирующее до парадонтита, может привести к потере зубов. Диагностика проводится путем осмотра опухших и кровоточащих десен, зондирование каждой десневой борозды, чтобы определить, насколько она глубока, а также рентгена для оценки кости. Лечение зависит от степени тяжести инфекции. При легком течении гингивита можно ограничиться ежедневной чисткой зубов щеткой и зубной нитью, а также использованием противомикробных средств, таких как антибактериальные жидкости для полоскания рта. Также должна быть проведена профессиональная чистка. При необходимости некачественно проведенные реставрации зубов необходимо исправить, а также удалить местные раздражители. При развитии тяжелой инфекции назначаются антибиотики, а абсцессы требуют локального разреза и дренажа. Лечение парадонтита на начальной стадии заключается в удалении зубных отложений и профессиональной чистке зубов в комплексе с медикаментозными препаратами. А более тяжелое протекание парадонтита требует хирургического вмешательства. Чтобы удалить глубокие отложения зубного камня, специалисты осуществляют кюритаж, проводят наращивание костной ткани, шинирование и имплантацию, а также медикаментозного лечения. Применяют противовоспалительные и антисептические препараты, которые вводят в зубодесневые карманы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова